Ом Ти Ви Юэй про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Привет, дорогі друзі. Вот це я понимаю пример патріотизму. Настоящий, махровий. Ну, в общем, как обычно. В Москві есть пластический хірург, который спеціально разработав дизайн і теперь вставляє грудні імпланты настоящим патріоткам. Представляю вам нове поколение грудних імплантів Росгрудь. Конечно же, це все тот же імплант, наповнений силиконом. Але только посмотріть на покрытие цих ексклюзивних моделей. В линейці представлено два варианта стилизации. Российський триколор і класичний армейський камуфляж. Стильне рішення для тех, хто любить родину і хочеться мати що-то більше, чим просто наклейка на машині і татуïровка на плече. Росгрудь, да? Це ж максимально крінжовий дебилизм. Дальше-то що, будуть бубенцы раскрашувати в патріотичні ціля? А вообще, я думаю, у этого шизоида бизнес пойдет. Сейчас людей, у которых отклонения приняли патриотичний характер, їх просто девать некуда. Еще немного дебильного патриотизма Росгвардія совместно с компанией Симбат выпустили своего рода конструктор, похожий на Лего, на тему Росгвардії. Ко дню защиты детей. Ну и, конечно, все это презентовало детям. Привыкать надо ко всему с детства. Поиграй со своей Росгвардией, собери свой маленький уютный автозак. И все же это лучше, чем в Екатеринбурге, где детям в честь окончания учебного года провели детский крестный ход. Вы думали, в конце учебного года для детей может быть праздник, подарки? Нет. Детский крестный ход. Нет, детей, конечно, покормили мороженым в конце, но сначала весь этот недетский антураж, крестный ход, какие-то возвышенные речи и даже что-то вроде молитвы за действующую власть. И казалось бы, ну дальше ехать просто некуда. Ну что вы, это же у нас. У нас всегда есть куда дальше. Ну, вернее, куда глубже. В Якутске решили раздать детям бесплатно мороженое, йогурты. Все это закончилось уже по традиции давкой. Причем мороженое раздавали детям, а в итоге взрослые едва не растоптали детей. А сейчас, дорогие гости, детишки, подходим к нам. Здесь у нас бесплатное мороженое и йогурты. Ну, халява она ж такая. Здесь что главное? До нее добраться. И не важно, что для этого пришлось чуть ли не по детям идти. Ну, а прокуратура в Сибири решила, кажется, сломать систему и провела на день защиты детей конкурс детского рисунка с темой «Нет войне». Что-то у них там не сложилось с выбором победителя, и в прокуратуре заявили, что все дети выиграли, потому что все дети хотят мира на земле. А вот если с этими же самыми рисунками, но выйти на улицу, это уже все. Как минимум задержание и как минимум штраф. Здесь же надо отличать. Вообще, понимать надо, где стоять, с чем стоять, с каким рисунком. Вот на конкурсе с рисунком – это хорошо. А пять метров в сторону и на улице – это уже возбуждение товарища майора. А вообще, все это крайне сложно и запутано. Все эти ваши артриты, как выразился председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы Миронов, хотел рассказать про стрит-арт, в итоге обозвал его артритом. Молодежь развлекается артритом, иногда пачкает стены своим артритом, ну и в конце концов своим артритом она кое-кому из депутатов просто очень сильно ломает мозг. Ну а в России тем временем самой популярной книгой весны 22-го года признана книга «Скажи жизни да». И все хорошо, романтичное название. Книгу написал настоящий психолог, она была популярна во многих странах. Вот только книга эта о выживании в концлагере. Хотя, с другой стороны, наверное, именно этот фактор многое объясняет. Просто необходимы какие-то теоретические знания, чтобы легче приходилось уже на практике. По-настоящему хорошая новость российского импортозамещения. Вслед за автомобилем «Москвич» будет возобновлено производство холодильников «Орск». В Оренбурге планируют возобновить производство этих чудо-монстров. Говорят, холодильник будет рассчитан на средний класс. Если это убожество для среднего класса, что тогда для бедных? Ой, подождите, по новоязу нельзя говорить «бедных». Надо говорить «небогатых». Появился новый термин – «небогатые россияне». Термин появился в статье про разрыв доходов между богатыми и бедными. Сама статья, ну в ней как бы очевидный факт, что в России эта разница просто колоссальная. Но сам термин хорош – «небогатые россияне». Таким благозвучным словом обозначают тех россиян, которые в среднем зарабатывают в месяц 10 800 рублей. Ну явно люди небогатые. По факту эти люди находятся на грани выживания. Они разорены, они в нищете, они бедные люди. Нет, все это некорректные термины. Теперь они у нас небогатые россияне. И очевидно, холодильник Орск им в подарок для поднятия патриотизма. Можно все это дело хорошо запить соками сады придони, которые испытывают дефицит в краске. Поэтому теперь упаковка сока белая, с небольшим рисунком. А что, нормально выглядит? И экономия на краске какая? А еще и эта упаковка, тетрапак, это еще зачем? Надо на всем экономить. Скоро будут соки наливаться, но если не в руки, то по крайней мере в свою тару, очевидно. Да вообще жизнь налаживается, с каждым днем все лучше и лучше. Помните эту историю про то, как на калининградском заводе Автотор людям нарезали землю квадратиками, чтобы они могли что-то вырастить на земле? Но потому что завод остановился, санкции, проблема с запчастями, и поэтому люди, которые работали в сборке автомобилей, будут что-то сажать на земле. Но там подоспел следующий этап развития. Земля это все, конечно, хорошо, но ведь и деньги нужны. И рабочим предложили поработать на сборе клубники или устроиться подсобниками на стройку. Со всего этого вывод как бы напрашивается сам собой. Возобновление сборки автомобилей предполагается, ну, явно не скоро. Ну, а на складе Вайлберис в Подольске людей после окончания рабочего дня заставляют раздеваться до трусов, ну, чтобы ничего не выносили. Хотя, казалось бы, можно вынести и в трусах. Надо прям патриотично раздевать прям без трусов и заглядывать во всякие места, где можно что-нибудь вынести. Вот это будет патриотично, я понимаю. А что это такое до трусов? Ну, прям несерьезно. Не специалисты занимаются вопросом. Надо им в охрану прям людей из ФСИН нанимать. Ну, в конце концов, уже недалеко осталось до полного дебилизма. До трусов уже досматривают. Можно и без. Ну, а в пенсии школьникам за успешную учебу, за успешное окончание года подарили детское шампанское. По бутылке в одни руки. И хорошо, что в руки. Какой больной придумал дарить детям за успехи в учебе шампанское? Такая идея родилась в недрах администрации школы. Ну, а что тут такого, сказали в администрации. Шампанское-то, детское. И правда, детское. И выдали, опять же, заметьте, в руки. А не как-нибудь по-другому. В конце концов, это ж у нас. У нас здесь всякое бывает. Получил, так сказать, хороший аттестат. Вот тебе бутылка. В самое неожиданное место. Конечно же, в руки. Куда же еще? У нас все только в руки, да. Анатолия Чубайса неожиданно повстречали в супермаркете на Кипре. С пустой телегой в шортах, в сланцах стоит, как обычный человек. А вообще, есть такая примета. Встретил женщину с пустым ведром – это к неудаче. Встретил толика с пустой корзиной – значит, экономика вашей страны накрылась медным тазом. Ну, а в Кургане по горельцам садового товарищества Малиновка, которые в данный момент не согласны с копеечной компенсацией и просто вынуждены селиться во временном жилье, мэр Кургана посоветовал им сыграть в лотерею. Ну, типа, поживите пока во временном жилье и попробуйте сыграть в лотерею. Может быть, вам повезет. И выиграете миллион рублей. Это, очевидно, вместо достойной компенсации. Хороший совет. И надо признать, советы вправду хорошие. Ведь выиграть в лотерею у нас действительно проще, чем получить достойную компенсацию. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.